Мы подготавливаем площадку для проведения праздников, на которой будет ярмарка, там будут сувениры, антикварные вещи, также будут спектакли кукольные. Концепцию празднования Дня деревни предлагает старшеклассница Александра Прокопчук. Вместе со своей творческой командой девушка разработала план, в котором потенциальные организаторы учли все до мелочей. В схемах уже просчитан масштаб сцены, приведен примерный перечень возможных мероприятий и даже эскизы сувениров и подарков. Работа отняла немало сил и времени, однако это того стоило, уверена Александра, ведь в первую очередь это хороший организаторский опыт. Мы вдохновляем, потом к нам присоединяются, мы начинаем все вместе это проводить, готовить, и это всегда интересно и увлекательно. Конкурс «Той идея для Беларуси» объединяет на одной площадке инициативных и творческих молодых людей, желающих сделать жизнь современного белоруса качественнее и комфортнее. Варианты проектов самые разные, от модели спортивного городка до 3D-технологий белорусского авторства. Что можно сказать из особенностей аппарата? Ну, во-первых, он полностью создан нами самим. На его разработку ушло два года, спроектирован он студентами и только студентами этого университета, с разных специальностей, разных факультетов. Точность печати на данный момент составляет до 40 микрон. Это та, на которой мы тестировали. Клоны терапии, туристические маршруты и даже вариации овощехранилищ. Проекты разноплановые, и каждый из них имеет право на существование. Девятиклассник Олег Сай разработал свою систему, которая показывает и доказывает, что традиционная лампочка может загореться без дополнительной помощи. Этот прибор сделан для того, чтобы, допустим, в магазине или на производстве надо каждый раз вкручивать лампочку. А так просто поднес, она загорится и все. А вот второй проект, электрокопилка называется, это проект сделан для того, чтобы, допустим, если в автомате, получается, летят монетки туда, и вдруг может кто-то взломать его, допустим. Там будет стоять такой датчик, он будет измерять, сколько монеток туда попало. Как показывает практика для многих начинающих ученых, конкурс «Той идеи для Беларуси» становится хорошей первой ступенькой на пути к серьезной передовой науке. Экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области технологий, а также представители БРСМ, высоко оценила качество представленных работ. Есть шанс, что некоторые из них поборются за главные награды республиканского этапа конкурса. Эту площадку зачастую используют именно для того, чтобы научиться презентовать себя. Ежегодно на республиканском этапе определяются победители, они получают поддержку. Но что интересно, ребята, которые демонстрировали себя, демонстрировали свои проекты на «Той идеи для Беларуси», они в дальнейшем получали даже развитие вне зависимости от этого. То есть здесь они научились презентовать, показать свои проекты, замечали их в том числе где-то. Они готовили для этого конкурса, свое конкурсное предложение, с помощью которого они потом уже могли рассылать его. С грамотно, с нашей помощью, с помощью специалистов, своих кураторов, они подготовили свою презентацию. В дальнейшем они презентовать ее могли вне зависимости от конкурса. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.